добрый день дорогие друзья сегодня 12 августа вы на канале сад надежды и мы с вами сегодня распакуем куклу дурки это кукла руби red который приехал ко мне совсем недавно кукла это дурки номер 2 если можно так сказать потому что первая поставка была кукл дурки с косичкой вот и она закончилась и вот на фабрике сделали еще одну дурки потому что всем она очень понравилась и вот решили еще одну сделать для покупателей давайте начнем открывать я выбрал такой осенний фон потому что и сама дурки в осенний гамме рыжий зеленая такой цветовой тон и вот уже приближение осени мне так захотелось но коробка как всегда великолепная эта куколка лимитка коробка значит на коробке фотография да вот наклеена форме сердце здесь вот сама дорти изображена давайте открывать значит здесь у нас в пергаментной бумаги находится как всегда сверху фотография то есть и паспорт куколки здесь написано что это дорти номер у нее 00340 вот и также написано что их здесь всего 400 лимитных кукол на весь мир 2023 год шарминг дорти называется вот такая вот куколка в таком наряде давайте на нее смотреть итак сейчас мы достанем с вами что здесь есть посмотрим потом я буду открывать пакетики уже и смотреть что есть итак первая беретка с сумочкой значит затем опять же аккуратненько так упаковано здесь кстати открою пальтишко с гольф очками коричневых тонах так что еще из одежды здесь наверно платьица так это сарафанчик друзья и платье ну и что у нас остается ботиночки полосочка на голову значит что это дорти паричок не плит не приклеен и там вот лежит сама куколка головка как обычно спрятана под картонную коробку давайте посмотрим одежду внимательно и потом я уже буду куколку наряжать ну первое что лежит у меня это сарафанчик сарафанчик выполнен у нас лифт на подкладке посмотрите как все оверлочено тоненькая тоненькая ткань легенькая оборочки юбочка в горошек и вот оборки на рукавчики крылышки такие сам сарафанчик и застежка выполнена на крючочках следующий платьица платьица хлопковая друзья на двух на трех даже вот тут кнопочках то есть если в сарафанчике были крючки то здесь у нас с вами кнопочки железные вот они аккуратненько пришиты вот таким вот образом также посмотрите на изнанке лифт на подкладке прошиты все очень аккуратно как обычно и три трехслойная юбка на складочках тоже очень красивая цвет наверное молочный на грудке и на рукавчиках оторочена кружевами и две пуговки небольшие здесь есть так здесь следующие чулочки идут у нас в тон к пальтишку пальтишко на ремешке ремешочек тоже на кнопочки на железный ну и пальто друзья это самое наверное крутое что здесь есть потому что она ну во первых да она выполнена все на подкладке включая рукава друзья вы посмотрите когда прошита рукава вывернута то есть все все она прошита на подклад посажено все оторочено и оба вернул очи на и выполнена 3 пуговки форме сердечко тоже в тон к ремешку гольфика да и также имеется пуговка сердечко на рукаве ткань ну шер похоже на тонкий на тонкую шерсть вот ну такой вот пальтишко следующие друзья это аксессуары здесь сумочка и беретка для того чтобы беретка не потеряла форму она заполнена также пергаментной бумагой подклад обратите внимание у беретки зеленые да то есть как вот точно продумано все если пальто коричневой на коричневом подкладе то беретка зеленая на зеленом подкладе сумочки я думаю тут давайте откроем посмотрим скорее всего кожезаменитель но также здесь вот для того чтобы сумочка форму держала наполнена тоже пергаментом друзья посмотрите функциональный кармашек тоже все про аккуратненько сделано сумочку можно регулировать по длине друзья очень круто так ну и обувь у нас обувь идет тон сумочки очень модная девочка небольшой каблучок на черные лакированные подкладочки у нас это обувь и застегивается она на пуговку вот но я наверное не буду сейчас застегивать потому что прямо тонкая работа здесь на небольшом каблучке давайте сравним по тону сумкой одинаковая ткань один в один идет у нас так вот такой обзор по одежде великолепная одежда как всегда вопросов у меня не возникает к одежде никогда сколько я не смотрел у меня собака друзья ходит туда-сюда цокает наверное слышно так давайте смотреть саму мордашку куколки значит как она у нас там лежит вот она у нас девочка показалась зеленые глаза очень красивые винил светло-розовый так сейчас я ее достану чтобы уже показать вам поудобнее так мы пока аккуратненько буду снимать все друзья вот третье куклы руберет у меня и я думаю что эти куклы у меня поселиться в моем шкафу потому что они мне очень понравились чем они привлекают ну во-первых разнообразие молдов я не очень хорошо разбираюсь руберет вот в молдах как они называются вот потому что это совсем недавнее мое увлечение вот но как говорится да разберемся потом их много и много что мне нравится во первых это безусловно имидж скажем так вот этой куклы да и и аута лук то есть как она выглядит проработана очень качественно проработана очень качественная одежда подбирается очень качественная вот прически у меня сначала почему как-то я да так не очень вот поначалу к этим куклами меня смущало то что они высые то что надеваются парики вот но потом как-то я одну спокойно к этому отнеслась потому что ну какая в принципе разница я же эти куколы не купаю не расчесываю мне важно она у меня стоит да в шкафу вот эта кукла и в принципе я ее и не ну не трогаю там если только что связать на нее но вот даже честно говоря настолько тут хорошая вот эта одежда качественно интересная что мне вот как-то не хочется в них играть вязать вот только исключительно полюбоваться также мне понравилось что это кукла вся шарнирная это большой полет для фантазии по фотографиям как у нее раздвигаются руки и ноги да вот очень интересная кукла сама по себе и я переживала думала когда да вот что у них за винил потому что пир первоначально по отзывам было что они какие-то серые вот так казалось или очень светлые но друзья тяжелый винил достаточно качественный и вы посмотрите какие глаза у этих кукол до стеклянные проработанные вот так посмотрю ну просто шикарная так но давайте начнем мы ее одевать сейчас что-то я одену с вами что-то может быть получится у меня одеть за кадром первое чулочки вот все сочетается по тону все один с одним сочетается и и рисунок даже и тот вот отображается по схожести вот на одежде на аксессуарах какие-то вот моменты ну то есть я думаю что куклы эти руберет они ну достаточно серьезное место заняли в коллекциях и в сердцах скажем так куклолюбителей потому что ну хочется таких кукол вот рассматривать даже вот как какое-то не знаю там произведение искусства вот потому что действительно они таковыми являются все очень здорово особенно серии вот исторические платья которые у меня будет тоже скоро на канале обзор кукол в исторических нарядах 18 века мы вот с вами посмотрели куколку где обзор к юбилею группы да вот руберет ну я думаю что скоро я еще покажу вот 18 века по такие наряды куклу тоже руберет с пышными речёсками попозже вот так ну что же одеваем его до тоже платье ведь она не просто белое но молочное чтобы было 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 сочетание с коричневого цвета зеленым цветом шоколадные вот эти оттенки мочи здорово так дальше дальше мы надеваем сарафан и сарафан у царите по стилю до сарафан в оборочках платье в оборочках но очень классно если что я наверное за кадром надену обувь потому что я как-то вот мне кажется тонковато хлястик вот этот ремешок на самих ботиночках я боюсь что я его порву друзья так на крючочках даже нитки вот для крючка зеленые то есть вот эти мелочи да они настолько покоряют наверное такое слово я выберу потому что видно внимание вот до детальное внимание конечно это кукла не все-таки я думаю что для взрослых потому что вот ну играть в такую куклу вряд ли наверное ребенок будет она именно такая декоративная как интерьерная вернее кукла нет смотреть хорошо расстегнулась зря я боялась вот я думаю что она у меня не совсем поместится сюда сейчас стоя если вам и показать поэтому я тут расстегнулась хорошо она стягивается не очень так сейчас мы оденем ботиночки покажемся так ну вот мы надели ботиночки значит друзья повозиться мне пришлось вот с этими тоненькими пуговками посмотрите обращаю ваше внимание что гольфики заканчиваются вот на том месте где у куколки шарниры то есть вот эти вот шарнирчики они вполне себе скрываются вот этими вот оборчиками под гольфиков так куколка стоит давайте покажемся мы вот она такая дальше мы надеваем пальтишко сейчас посмотрим а вот друзья значит поясочек у нас идет по платьицу не по нет сверху пальтишко именно где платится поэтому сейчас я его надену поясочек вот тут не хватает хлястика может быть он был вот хлястик этот что-то я не вижу потому что сейчас посмотрим нет хлястика я нигде не вижу но вот так он как-то немножечко торчит на паспорте у девочки пальто в руках вот но мы сейчас наденем все чтобы образ был полный у куколки и уже тогда посмотрим итак за счет того что в рукавах прошита подкладка куколка хорошо влезали у нее руки в рукава в этом пальтишке вот так она смотрится это пальтишко вот ну я думаю что хорошо хорошо оно сидит в принципе единственное что мне очень нравится ворот как-то он не очень понятно но я думаю что это сделано для того чтобы видна была вот эта вот оторочка кружавчики вот чтобы так было видно так ну и осталось нам надеть на куколку паричок так сначала мы надеваем пленочку чтобы не скользила вот эту вот резиновую штучку как она называется на голову так чтобы паричок не скользил я не знаю как лучше когда приклеим парик или нет в принципе здесь можно зато по своему какому-то усмотрению выбору сделать посмотрим как он будет так ну и сам парик друзья сам парик он в сеточке парички обычно в сеточке очень красивые кудряшки я вот тоже видел девочки писали что расстроились многие что здесь кудряшки они косичка не все любят кудряшки вот но здесь они такие аккуратные луканая в принципе мне нравится попробуем надеть ну конечно это солнечное чудо прямо по-другому совершенно с этим паричком выглядит нет очень красивые кудряшки вот их расчесывать наверное не стоит конечно чтобы они не распушились вот а так посмотрите какое качество хорошие они все блестят атласные такие прям лишнее можно убрать вот очень красивый образ совершенно другой так ну и надеваем мы берет очку на эту девочку но это и так понимаю чисто декоративно потому что беретка ничем не крепится и она очень и очень неглубокая вот как то так можно ну и сумочка друзья вот у нее не знаю как и поставлю сейчас мы будем сфотографируемся я поснимаю ее отдельно куколку вот и друзья на этом наверное мой обзор закончен красивый куклы руберит если еще кто-то не определился вот хобби в какую где сориентироваться да вот по куклам то руберит она наверное вот такой оптимальный вариант и для коллекционного какого-то такого любования вот и возможно кто-то повязать на них захочет ну и сами кукла не конечно очень качественно очень хорошие но я с вами прощаюсь сейчас еще немного немножко обзор куклы с музыкой сделаю музыку а